Преступление по поводу убийства абитуриента в политехническом институте совершал я. Этот день войдет в историю. Этого человека искали больше 20 лет. Спустя столько времени расследование самого громкого уголовного дела нулевых завершили. Обвиняемый экзаместитель главы Калманского района Виталий Манишин. Своих жертв, так называемый политеховский маньяк, находил в стенах именно этого вуза. Мужчина наблюдал за девушками у информационных стендов или около здания, а затем завязывал с ними разговор. Я причитался в штуке. Я человек тот, который имеет возможность решить вопрос. Гарантированно стопроцентного поступления на любой факультет. Я предлагал во всех пяти случаях. Поэтому я не искал никаких других вариантов, потому что это срабатывало. Всего в период с 29 июня по 15 августа 2000 года без вести пропали пять абитуриенток политеха. Юлия Тихтиекова, Лилиана Вознюк, Ольга Шмакова, Анжела Бурдакова и Ксения Киргизова. Следователями следственного комитета установлено. Обвиняемый вывозил жертв в Калманский район, безлюдные места и после изнасилования в салоне автомобиля душил руками, ремнем безопасности или брючным ремнем. Одну из девушек он убил, ударив по голове автомобильным огнетушителем. Тела 16-ти и 17-ти летних потерпевших злоумышленник скрывал в околках на территории района, в том числе рядом с местами убийств, маскируя их ветками. Что это за место? Что здесь произошло? Здесь произошло убийство. Девочки, переймите. Продемонстрируйте, пожалуйста, действие. Останки и вещи погибших находили в Калманском районе. В нулевых следствие отрабатывало несколько версий. Да и серию убийств разглядели не сразу. Кто-то предполагал, что девушки пропадали в коридорах вуза, и маньяк убивал жертв прямо там. Политех с его множеством корпусов и переходов называют катакомбами. Был и главный подозреваемый, продавец обуви. Он сознался в убийствах, а вскоре выбросился из окна многоэтажки во время следственного эксперимента. Итог дела зависло на 20 лет. Вы слышали что-нибудь о политеховском маньяке из нулевых? Да. Как вы думаете, если бы вы поступали в то время, был бы страх и стали бы вы поступать? Ну, я думаю, это в то время не так сильно разносилось, как сейчас новые технологии, интернет. В общем, ну, я думаю, образование надо бы получать, поэтому поступило бы, да. Но страх был бы, если бы дошло такое, да. Я поступала как раз на следующий год после того, как это произошло. Присутствовала какая-то тревога, но тем не менее, я не помню, чтобы была какая-то паника, хотя мы были вот поступающие в сопровождении родителей. У меня в тот момент были дети-подростки, которые уже, ну, там, в возрасте подростки, да. То есть я переживала за них, конечно. То есть как мама я переживала, мне было страшно. Помимо абитуриенток политеха, следственный комитет доказал причастность Манишина к убийствам еще шести женщин. Налево. Налево. А вы в этот номер что делаете, когда она царапалась, киналась с ногами? Я ее придерживал руками, ей что-то не кричало. А началось все практически 35 лет назад в далеком 89-м. Первой жертвой стала 17-летняя девушка, с которой 19-летний Манишин вместе с друзьями познакомился на автобусной остановке в селе Зеленая Дубрава Родинского района. Молодые люди уговорили ее провести время вместе. Получив согласие, они вывезли ее в лесополосу на окраину села, где стали употреблять спиртное. Оказавшись с девушкой наедине, обвиняемый попытался изнасиловать жертву. Однако несовершеннолетняя оказала ему сопротивление, вследствие чего Манишин задушил ее. После этого он переместил тело неподалеку от места убийства и закопал. Долгое время убийство оставалось нераскрытым, несмотря на то, что при первоначальных следственных действиях была опрошена компания молодых людей, в числе которых был фигурант, и с которыми погибшего видели в последний раз. За дело вновь взялись в мае 23-го. Повторно были опрошены свидетели. Под подозрение опал бывший чиновник Виталий Манишин. Тогда же он был задержан и заключен под стражу. Виталий Манишин обвиняется по статье об убийстве двух и более лиц, сопряженным с изнасилованием, а также с целью скрыть другое преступление. Следователи собрали достаточную доказательную базу о его причастности к 11 убийствам. Объем уголовного дела составил 69 томов. Дело будут рассматривать в Калманском районном суде. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.